Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, центр Сангейтс, интернет-портал радио центра Сангейтс начинает свою программу. Сегодня у нас среда, 16 марта, и сегодня в студии у нас находятся две замечательные женщины. Это новая наша программа, и вот мы сегодня делаем небольшой анонс. Во-первых, я хочу представить руководителя клуба интересного. Есть, оказывается, в городе Чикаго такой клуб интересного. Зовут руководителя Наталья Реми, которая является сертифицированным, дипломированным специалистом по нетрадиционным методам оздоровления, таких как биоэнергетика, духовное целительство, рейки, healing touch. В общем, перечисление того, чего она является незаурядным, ярким представителем и действительно очень серьезным специалистом, займет довольно много времени, пока на этом ограничимся. Ну, можно еще назвать holistic therapy, NLP, нейролингвистическое программирование на русском языке. И более 20 лет занимается распространением эзотерических знаний, духовным наставничеством, целительством. Вот как раз об этом мы поговорим. Ее гость и гость нашего центра является еще вторая очаровательная женщина Фрида Югельсон. И сейчас вот мы все узнаем, о чем будет идти речь. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Фрида, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, вам слово. Представьтесь, во-первых, вы, если я правильно все сказал, если нет, так поправьте меня. И о чем будет идти речь? Что это за клуб интересного? Это правда. Клуб интересного, это название пришло совсем недавно, но буквально пару месяцев тому назад. Раньше, последние пять лет, он назывался клуб эзотерических знаний. Но я расскажу сейчас про историю, как он возник и что мы делаем на этом клубе. Но расскажу, почему поменялось название. Например, в январе мы проводили заседание нашего клуба. И темой этого клуба была представлена книга, которая называлась «Пять языков любви». Эта книга не имеет ничего общего с эзотерикой, с эзотерическими знаниями. Эта книга о том, как нам жить, как нам общаться, особенно со своими супругами или со своими любимыми у себя дома. И поэтому я хочу открыть более широко двери этого клуба. Потому что это не только про какие-то там эзотерические знания, само название даже, может быть, не всем понятно, а это про нашу жизнь, о том, как быть успешными, здоровыми, любимыми. И это все. Совершенно замечательное представление. Но вот такие встречи в этом клубе происходят регулярно уже довольно давно, да? Да, примерно пять лет, раз в месяц. История создания очень простая. Когда-то я работала программистом довольно долго, а потом нас всех распустили, компания была куплена другой. И вот в таком распущенном состоянии я стала думать, чем же мне теперь заниматься? Я ничего не умею, кроме как читать книжки. Ну что ж, раз я люблю читать книжки, вот об этом я и пойду рассказывать. Потому что в детстве я читала сказки, в юности я любила научную фантастику. Потом, уже став более взрослой, я, конечно, увлекалась любовными романами. Но вот наступил такой момент в жизни, наверное, я стала постарше, когда меня стали интересовать такие вопросы, я бы сказала, с одной стороны, глобальные, философские, а с другой стороны, они касаются лично меня. Кто я такая? Что я здесь делаю в этой жизни? Откуда я пришла? Куда я денусь потом? И выяснилось, что эти вопросы задаю не только я. Лучшие умы человечества занимаются этими вопросами. И стали приходить книжки именно на эту тему. И стало очень интересно, появилось, знаете, жгучее желание рассказать об этих книжках другим людям. Потому что эти книжки, вот то, что американцы говорят, когда челюсть отваливается, глаза открываются и лезут на оп. Вот это примерно такая информация. И я подумала, если для меня она новая, хотя я всю жизнь читаю книжки и считаю себя вообще человеком образованным, то, наверное, многие так же, как и я, не знают этой информации. Я ею поделюсь. И я стала выходить раз в месяц и рассказывать про автора и про книжку. Не про книжку, а прям пересказывать свою книжку. А потом уже люди дали название этому клубу. Клуб эзотерических знаний. Наташ, ну, во-первых, вы, конечно, поскромничали, когда сказали, что вы только читаете книги. Иначе бы, если вы только читали книги, вы не были бы дипломированным специалистом по нетрадиционным метам оздоровления. Это же не теория, это практика. Причем я это абсолютно точно знаю. Вы ведете и проводили у нас очень много семинаров, очень много воркшапов по таким очень и очень серьезным темам. Ангельская медицина. Поэтому книжки, а не книжки, это как, так сказать, референс материал. Но на самом деле вы на практике это все делаете. Вы также, насколько я помню, входили в Теосовское общество Елены Блаватской. То есть вы уже дошли до такого, так скажем, уровня, как Блаватская. Я ее начинал много раз читать, и много раз я не проходил до конца. Я тоже. Вот, вы тоже, да? Хорошо, но вернемся все-таки к книгам. Ну, расскажите и представьте свою гостью, поскольку буквально в субботу, вот в эту субботу, у нас состоит заседание этого клуба. И о чем будет идти речь именно в эту субботу? Вот, наверное, Фрида сама расскажет, да? А вы ее, пожалуйста, представьте. С удовольствием. В эту субботу будет как раз такое заседание, которое можно отнести к эзотерическим знаниям. Кстати, этот клуб вначале назывался клуб эзотерической литературы, но потом, когда я стала показывать еще и фильмы, то получилось, что мы даем знания не только литературные, но и распространяем их более широко, показываем фильмы. Вот прошлый месяц и в этом месяце, в марте, будет рассказ именно о необыкновенных знаниях, об эзотерических. Я, конечно, абсолютно уверена, что все слушатели, которые сейчас слушают нас и слушают Мишина радио, Сангейт-центр, они знают, что такое эзотерические знания. Но, тем не менее, я в какой-то момент жизни не поленилась и обратилась к источникам посмотреть, а что же это такое эзотерические знания. Я вам сейчас позволю себе зачитать. Это знания о явлениях природы и способностях человеческого сознания, которые трудно объяснимы с точки зрения науки. Но я считаю, что это определение относится до 21 века. А мы с вами живем в 21 веке. И поэтому в наше время, в 21 веке, квантовая физика, астрофизика, физика Земли и другие, они сделали открытия потрясающие, которые объясняют очень многие загадки. А самое главное, они начали объяснение всем тем непонятным вещам, о которых говорили учителя человечества, великие учителя человечества за 6 тысяч лет. Ну, простите, пожалуйста, вот мне просто самому интересно, ну, вот как-то на пороге 2012 года мы, или 2000 года вначале, мы все время везде, на всех сайтах, мы говорили о квантовом переходе. И вот квантовый скачок, кто-то говорит, уже совершился, кто-то не совершился, кто-то говорит, мы уже перешли в какие-то другие измерения. Ну, не знаю, вот у меня измерение, вот эта вот студия, написано вот прямо у меня перед глазами, Сангейтс Радио. То есть я как бы нахожусь в этом измерении, и мне непонятно, да и многим радиослушанным непонятно, мы все-таки перешли в это измерение, или мы не перешли, или мы в процессе перехода. Миша, какой ты задал замечательный вопрос, просто, ну, в самую точку. Именно об этом и будет рассказывать моя подруга, моя знакомая, мой соратник, Фрида Юкельсон, потому что она отрыла информацию замечательную, которая не только открывает глаза, и от которой челюсть отваливается, но еще и мозги встают дыбом. Потому что она нашла информацию ученого, который рассказал о том, что квантовый переход таки состоялся. И сейчас Фрида расскажет об этом ученом и о ее работах. Ну, я хочу коротко рассказать вам. Правда, не получается. Как ни стараюсь, но наслаивается столько информации, что я не смогла в одну нашу встречу доложить все, что я нашла, все, что меня взволновало. Не только как. Я тоже занимаюсь эзотерикой, целительством, но то, что я прочла у Мироновой Валентины Юрьевны, оно мне открыло и поставило на место столько вопросов, о каких-то я даже не думала, что это найдет когда-то научное подтверждение. Но мы живем в такой век. В 2012 году все мы ждали каких-то катаклизмов. Говорили, переход, будет квантовый скачок, будет еще что-то. Говорили о черных дырах. Было жутко. Никто не знал, куда несется наша галактика, как это будет выглядеть, к чему это приведет. И вот в декабре 2012 года этот переход состоялся, но не так, как мы все ожидали. Наша галактика проскочила эту черную дыру, и она оказалась просто дверью в другое измерение. А переход состоялся совсем не там, где ожидали. Состоялся он в результате того, что изменился водород. И с 2003 года частичка водорода протон начала очень меняться. Ученые просто все во всем мире говорили, «Да это абсурд, этого не может быть». Совершенно странно стала вести эта частичка протон. Ну тогда они споры и распри прекратили, и решили все-таки понаблюдать и изучить, что же он хочет, этот протон. И вот в 2012 году, в декабре, протон успокоился. Он стал меньше размером, поменял свою и ось, и вес, и все, что можно только было не ожидать. Он все сотворил. И в природе никогда не бывает локального перехода, локального изменения. Он за собой потянул изменения во всем. В наших телах, на нашей планете. Очень много интересного. Ну мне, как врачу, конечно, было очень интересно, что происходит с нашим мозгом, что происходит с нашими нейронами, как они влияют, что поменялось. А поменялось очень много. И, конечно, основные изменения, они начались с нашего мозга. Ну, с участков. Очень большие изменения в нашем сознании. Но не у всех, правильно? Нет, сейчас у нас есть разные. Мы как шлюзи сейчас. Часть людей продолжает ни во что не верить. А часть людей... Так что изменилось? А изменилось все. Изменилась сама планета. Мы, как бы, нас сжала планета. Мы стали разуплотняться в то же время. И мы меняемся. И самое главное, начало меняться наше сознание. А сознание — это сопричастность к знаниям. И чем больше у нас знаний, тем больше мы начинаем понимать происходящее вокруг. И вот хочется вот в этот период, когда все кругом меняется, как мы должны отслеживать это появление нового измерения, многомерности в наших буднях. Как мы должны это отследить? В чем же заключаются эти изменения? Фрида, у меня к вам такой вопрос. Скажите, а вот вы как-то до этого сами дошли? Или вот как вы, как Наталья Реме, только книги читаете, там написано об этом? Нет, но вы понимаете, я тоже 6 лет ходила на курсы «Мастеринг алхими» к Джину Селфу, где вот на эзотерических основах все вот эти изменения, которые сейчас происходят, мы уже слышали на наших занятиях. И было что-то непонятно. Мы говорим, ну хорошо, мы перешли, мы переходим, мы первопроходцы. Почему мы ничего не видим? И не чувствуем. И не чувствуем. Он говорит, ну вы пока рентуете в третьем измерении, а на самом деле вы уже перешли в четвертое измерение. Но опять мы никак не могли поверить, ну это уже был еще, ну после перехода какой-то период. Мы, ну как-то не верилось. Ну что же такое? А оказалось, что очень многое изменилось, и эти изменения начинаются с того, что вот у нас есть глаз, и есть глазное дно. Вот просто скажем, вот что конкретно. Там было темное пятно. Это место, откуда выходит наш зрительный нерв. Он из обеих глаз уходит в затылок. А затылок у нас это прием всей информации, связь с космосом. И вот этот участок темный, никогда не обращали внимания, не знали, что это, он стал осветляться, он стал открываться. Это сейчас расширяет нам возможность видеть шире, видеть больше. Мы мир уже воспринимаем несколько по-другому. Понятно. Вот об этом вы будете говорить в эту субботу, да? Да. В эту субботу я буду говорить не только об этом. Я буду рассказывать, какое, ну, значение имеет... Простите. Расскажу, как поменялся мозг, и что, для чего он, почему это важно. В чем могущество человека. Ну, вот, если коротко сказать, могущество человека зависит от сознания. Сейчас мы при помощи своего сознания будем менять окружающий нас мир. Ну, об этом всегда говорили эзотерики. Это их доктрина, что сознание на первом месте. Вот, ну, просто приведу такой коротенький пример. Какие-то ученые, они в лаборатории занимаются, но уже давно доказали, что ученые, проводя опыт, своим сознанием воздействуют на результат. А мы сейчас все наблюдатели, все в эксперименте. Планета не знала опыта перехода в другое измерение в своих телах. Мы сейчас перешли в своих телах, и мы должны учиться жить в этом измерении. Дорогие друзья, ну, вот, видите, это все очень интересно, и я приглашаю всех желающих посетить в субботу. Давайте вернемся к Наташе, она все-таки организатор всех этих мероприятий, этого клуба интересного. Наташа, расскажите, во-первых, процедуру вступления, можно ли вступить в этот клуб, он платный, бесплатный, а это просто разовые какие-то посещения, или у вас предусмотрены какие-то, не знаю, льготы для членов этого клуба, если таковые и являются. Это первое. Второе, ваш план... Я вначале расскажу про клуб. Название клуб эзотерических знаний, или теперь клуб интересного, не подразумевает, что это какое-то замкнутое сообщество, куда нужно вступать. Это просто название. Приходите все, приводите с собой своих друзей. Я вас уверяю, вам будет интересно. И самое главное, это будет практическое применение, потому что я сама человек практический. Мне не интересно просто читать книжки и знать какие-то знания ради знаний. Мне интересно то, что называется знание, которое я могу приложить в свою жизнь, к своему здоровью, к своим отношениям, к своему финансовому положению и благополучию. Это очень важно. Поэтому каждое сообщение, это книга, которая рассказ книги о том, что вам очень пригодится. После всегда я провожу лотерею и разыгрываю, во-первых, ту книгу, которую мы представляем, во-вторых, какие-то... И какая это будет, простите, книга? Книга называется Валентина Миронова «Мы. Мир после квантового перехода». В данном случае. Но вообще всегда эта книга разыгрывается. Разыгрывается много других книг, потому что кроме меня книги приносят и другие участники, и мы их разыгрываем. Кроме того, все, кто придут, получают совершенно бесплатно в подарок. По интернету я присылаю книгу, которая представляется в электронном формате. Это мероприятие стоит 10 долларов. Те, кто зарегистрируется раньше, то есть позвонят и скажут «Я приду», они свалятся, как снег на голову. Вот, кто снег на голову, у тебя 10 долларов. А кто заранее скажет «Я приду», у тех маленькая скидка 7 долларов. И время выбрано один раз суббота, одна суббота месяца в 4 часа. Почему 4 часа? Потому что те, кто работают в субботу, они уже закончили свою работу. Те, кто не работают, может быть, уже сделали свой шоппинг. А те, у кого есть вечерние мероприятия, например, свадьба или день рождения, они успеют и туда. То есть 4 часа – это такой оптимальный вариант. Мы где-то к 6 заканчиваем наполненные новыми, не только знаниями, но волнующими мыслями. И нам хочется поговорить друг с другом. Поэтому само мероприятие, ну, где-то час, час-десять. А потом мы еще бурно все это обсуждаем, разговариваем, потому что хочется поговорить, хочется поделиться. Вот именно я только хотел сказать, потому что у вас никогда не заканчивается вот за этот час, остается, получается, еще 3 часа вы рассказываете, разговариваете. Ну, официально с 4 до 6 наши мероприятия. Да. Дорогие друзья, я хотел бы объявить наши телефоны, где вы можете позвонить, узнать более подробно о наших мероприятиях, вот конкретно об этой субботе. Это 847-226-9956. Опять же, sungatesradio.com Это наш веб-сайт, и, в принципе, там тоже можно задавать вопросы и комментировать и так далее. Телефон у нас такой. 847-220-4547. Хорошо, а какие планы все-таки на будущее? Раз в месяц это довольно-таки редкое событие. Да, планы у нас уже до июня есть. Я уже знаю, что мы будем представлять, какую книгу в апреле, в мае и в июне. Я не знаю, надо ли сейчас об этом рассказывать. Может быть, мы сделаем специальную передачу для апрельского, где-нибудь две недели, чтобы люди могли себе поставить в календарь. Да, я думаю, не надо, тем более, что пока мы еще это не объявляли, но поскольку воспользуюсь тем, что сегодня как раз вы в студии, давайте мы объявим о том, что начиная уже со следующего понедельника, точнее, в 11 утра мы будем каждую неделю вести программы, которые будут посвящены этому клубу, не только этому клубу, а вашим программам, поскольку действительно начитались вы очень много, ну и кроме всего прочего, вы это все еще и на практике делаете. Вот в понедельник в 1 часов мы с вами побеседуем, скажем так, более подробно, правильно? Хорошо, с удовольствием. Если мы начнем эти передачи в 11 утра по понедельникам, то я с удовольствием расскажу и про этот клуб интересного, и расскажу про все семинары и вэкшопы, которые я провожу, но хочу вам сразу сказать, что они все основаны на книгах, книги ведут меня по жизни, и это всегда мой выбор, это всегда что-то, что не только интересно и захватывает дух от этого, но это всегда что-то очень полезное. И я хочу сказать, что люди, которые приходят на наш клуб интересного, бывший клуб эзотерических знаний и на семинары, вы знаете, они всегда очень хорошо отзываются. Вот я скажу вам сейчас один отзыв, который, наверное, очень для меня важен. Мне одна женщина сказала, ты знаешь, Наташа, вот до того, как я стала ходить на твои мероприятия, я боялась жить и я боялась умереть. Она уже в возрасте женщина. Она говорит, а теперь я не боюсь жить, я не боюсь умереть. У меня в моем мире все успокоилось, потому что главный покой мира, он зависит от того, что внутри каждого из нас. Если внутри мир и тишина, то и вокруг нас все выравнивается, выстраивается, нам легче пережить любой переход. Ясно. Ну, хорошо, совершенно замечательно. А скажите, вот мы перешли, вот, наверное, к Фриде вопрос. Мы уже там перешли в этот квантовом, находимся в квантовом переходе. Чем это нам грозит или чем это нам помогает? Это нам не грозит, и просто нам надо научиться жить в этом новом измерении. Надо повседневно, как говорит Валентина Юрьевна, отслеживать, что с нами происходит в буднях. Мы все сказочники, и мы должны жить в этой сказке. должны научиться радоваться и улыбаться, должны научиться любить. Ведь вы знаете, уже ученые обкатали во всех вариантах влияние нашей улыбки на нашу жизнь, на... И что оказалось, что в организме-то вырабатывается, и идет каскад биохимических реакций всевозможных. Мы начинаем жить по-новому. И это химические изменения, которые меняют нашу жизнь, наше здоровье, ведет к омоложению. Мы хотим поделиться этим, поделиться и научить хотя бы то малость, малое знание, которое у нас есть, чтобы мы научились в буднях отслеживать те чудеса плотного мира, которые происходят. Мне кажется, это очень важно, что вот это название Клуб эзотерических знаний. Я хочу подчеркнуть, особо выделить, что те авторы книги, которые представлены здесь, они не имеют ничего общего с мистикой. Это не мистика, это книги, которые написали ученые, ученые, врачи, исследователи, потому что мы же пришли оттуда, нам нужно, чтобы ученый нам все доказал. Мы не хотим верить, что кому-то что-то там пришло в голову. Поэтому это очень важно, что вся информация, которая представлена на этом клубе, это информация ученых, исследователей, врачей. А сколько на сегодняшний день у вас членов вашего клуба? К сожалению, мало. Всего 90 человек в общей сложности за это время ходило. Конечно, мало. Мне всегда очень жалко тех, кто не пришел и не послушал такую потрясающую информацию. И этот аргумент, нас этого уже не учили. Знаете, он уже не работает. Мы-то учились все уже в том веке, а мы живем в новом. Ну да. Физические законы поменялись. Ну, на самом деле, у нас есть возможности, наверное, все наши встречи транслировать. Я полагаю так, что мы будем это все, наверное, записывать, и мы можем это транслировать. В принципе, сегодня же эра интернета, и все доступно, в каждом доме есть интернет, в каждом доме есть компьютер, и человеку даже не обязательно приходить, если он не может прийти по каким-то причинам, или вообще находятся очень далеко. Поэтому... Миша, не отговаривайте, пусть приходят, я всех приглашаю прийти. А те, кто находится в нашем городе Чикаги, то они, естественно, все... Чикаги, приходите. Да, дорогие чикагцы, приходите к нам. Да, Фридор. Дело в том, что сейчас вот это измерение четвертое, оно ведет к тому, что мы должны отслеживать, что мы думаем, потому что раньше мы отвечали за свои поступки, сейчас мы будем отвечать за свои мысли, как мы думаем, так мы живем, прежде чем подумать, говорит, подумай. А почему? Потому что вот ученые уже нашли, что человек получает и транслирует энергию и мысли на расстоянии 30 тысяч километров. Задумайтесь только об этом. Вот вы злитесь, несете агрессию и на 30 тысяч километров вверх и по горизонтали распространяете эту агрессию. А мы будем говорить о том, что как надо научиться вот этой любви, этой радости и транслировать радость. Пусть всех вас ну, застанет вирус любви и радости и он распространяется гораздо быстрее и эффективнее. Миша, вы чувствуете, как из Фриды просто льется, льется знание. С каким удовольствием, с какой радостью она делится своими знаниями. Я думаю, что любой, кто придет, он окунется в этот поток ее любви, радости, вдохновения. Ну, на самом деле, я знаком с Фридой, мы не встречались лично, но мы беседовали по телефону, поэтому этот поток я чувствовал уже тогда. А сейчас тем более я его даже осязаю и вижу. Поэтому, дорогие друзья, я предлагаю всем, ну, так сказать, тоже окунуться в этот поток и который Фриды готова разделить с вами, ну, естественно, Наталья Реми. Скажите, Наташа, последний к вам вопрос. Ну, скажем, мы вот с вами будем беседовать. Хорошо, всего вам доброго, спасибо большое, дорогие друзья. те, кто нас слушал, продолжайте слушать, во-первых, во-вторых, благодарим, что вы были с нами и до новых встреч. Всего доброго. До свидания. Всем хорошего дня. До свидания.